Религия в нашей жизни Сегодня в программе после беседы из нашей серии «Изложение христианской веры» мы расскажем о новом уставе об управлении Русской Православной Церкви, принятом на недавнем Поместном Соборе в Троице Сергеевой Лавре и передадим продолжение московской беседы за круглым столом. В этом четвертом отрывке нашей беседы речь пойдет о перестройке и церкви. Последние два месяца мы передаем беседы в рамках нашей новой серии «Изложение христианской веры». В этих очерках и в последующих мы ведем речь о вещах, которые принимаются на веру. Что такое вера? Сегодня мы попытаемся ответить на этот вопрос, ибо считаем, что это поможет лучше понять христианство. В помощь мы призовем небольшую самиздатскую книжку «Начало пути. Опыт краткого православного катехизиса». Мы прочтем сейчас две первые краткие главы «Поиски веры» и «Что такое вера». Каждый человек, даже если он считает себя неверующим, в глубине своей души тянется к чему-то возвышенному, прекрасному, чему-то такому, что стоит над всем миром, что достойно преклонения. Всякая душа имеет это стремление. В древности люди преклонялись перед силами природы. Солнце восходило, освещая землю, и они падали перед ним на колени. «Вот наш Бог», — говорили они. Другие, страшась грома и молнии, трепетали перед ним и говорили «Вот наш Бог». А потом бывали у людей и другие боги. Люди стремились к удовольствиям и наслаждениям, ко всему тому, что развлекает, и говорили «Вот наш Бог». Люди изготовляли статуи богов и богин, давали им различные имена и носили эти статуи на праздничных шествиях, предаваясь необузнанному веселью. Но проходили дни праздников, и человек оставался один на один со своими горестями и мучительными вопросами о смысле жизни, о страдании, о добре и зле. Боги вина и веселье не могли ответить на них. Людям стало казаться, что жизнью правит лишь неумолимая судьба. И что бы человек ни делал, он не в силах изменить предназначенного ему пути. Множество ложных богов и кумиров было и есть у людей. Но истинная вера зовет нас склониться перед тем, кто создал наш мир, создал каждого из нас. Это есть Бог, которого христиане называют Отец, Вседержитель, Творец неба и земли. Не жестокий деспот, бездушный и безликий правит вселенной, а любящий Отец. Вот радостная благая весть, которую дает нам христианство, дает Господь Иисус Христос, принесший эту радостную весть на землю. Почему же мы называем Его Отцом? Почему верим Ему? Когда рядом хорошие друзья, то человек чувствует себя увереннее, счастливее. Тем более счастлив тот, кто почувствовал близость Бога в своей жизни, Его поддержку и защиту. Такой человек никогда не бывает одинок. Земля для него не песчинка мироздания, на которой он появился непонятно зачем и почему, а дом, жилище, устроенное для него Богом. И жизнь его протекает в этом доме не как что-то случайное и, быть может, не очень нужное, а как некий путь, для которого он пришел на эту землю. Такую веру можно сравнить с отношениями в хорошей семье, где все строится на доверии. Человеку радостно сознавать, что его любят. Вспомню, например, драматические эпизоды из жизни Николая Ростова, героя романа «Война и мир». Николай проигрывает в карты крупную сумму денег. Он идет к отцу с просьбой о деньгах. Тогда как в душе своей он считает себя негодяем, подлецом, со слезами на коленях готов просить прощения, вдруг тут же, самым небрежным тоном, какой не мог простить себя за всю свою последующую жизнь, он объявляет отцу о своем проигрыше, как о каком-то пустяке, хотя знает, что денежные дела семьи очень плохи. Но Николай уверен в любви к нему его родных и что они поймут его и простят его легкомыслия, и эта уверенность не дает ему впасть в отчаяние. А позже любовь отца, никогда его не попрекнувшего, поможет ему искренно раскаяться. Напротив, большинство персонажей известного произведения Гоголя — Собакевич, Коробочка, Плюшкин, Ноздрев — только и ждут, что их обманут и проведут, и сами ищут только своей выгоды. В обществе таких людей нет дружбы, любви, человеческой привязанности. Это произведение названо «мертвой души», и тем самым автор утверждает, что такой образ жизни убивает человека, превращает его в жалкую карикатуру. Доверие к людям дает человеку силы для жизни. Но настолько же больше дает ему сил, возвышает его достоинство, вера в то, что он не случайное сочетание молекул, которые сегодня есть, а завтра может рассыпаться вместе со своими исканиями и убеждениями, а любимое творение Бога, в котором кроме биологической природы обитает как бы частичка самого Творца, его образ и подобие. Мы познакомили вас с содержанием первых двух глав небольшой самиздатской книги «Начало пути. Опыт православного катехизиса». В следующем выпуске нашей программы мы продолжим чтение из этой книги. Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Продолжаем программу «Религия в нашей жизни». Третий день Поместного собора Русской Православной Церкви пал на 8 июня. Перед началом утреннего заседания митрополит Киевский Филарет официально объявил о том, что накануне была возвращена церкви часть Киево-Печерской лавры. Сюда входят дальние пещеры, храмы Рождества Богородицы и зачатие Святой Праведной Анны, малая колокольня, пять корпусов и два колодца. Сообщение митрополита Филарета о возвращении части лавры, о чем было известно уже несколько дней до его официального объявления, было встречено тем не менее делегатами с неискрываемым восторгом. На первом заседании третьего дня собора с закладом выступил архиепископ Дмитровский Александр, ректор Московских духовных академий и семинарий и председателем учебного комитета. Проследив в своем докладе историю духовного просвещения, начиная с Древней Руси, архиепископ Александр затем сообщил некоторые интересные статистические данные о современном состоянии учебного дела Московской Патриархии. С 71-го года, то есть со времени последнего собора и до наших дней, духовные семинарии Русской Православной Церкви окончило 9957 человек. Академии – 933. Защищено 487 кандидатских и 20 магистерских работ. Девяти лицами присвоено звание доктора богословия и церковной истории. За межсоборный период были открыты регенские классы в Ленинграде и Саворске, которые окончило 240 человек. В докладе архиепископа Александра были указаны и некоторые проблемы. Необходимо открыть новые семинарии, так как нынешние духовные школы не удовлетворяют нужду церкви в священнослужителях. Мне было неофициально сообщено, что в ближайшее время по крайней мере две новые семинарии будут открыты, одна в Иркутске, другая в Почаевской лавре на Украине. Архиепископ Александр сказал, что необходимо поднять уровень преподавания в духовных школах, решить вопрос о составлении и издании учебных пособий, принять меры к сохранению библиотек при духовных учебных заведениях и переиздать ценные научно-богословские книги. Докладчик указал также и на необходимость организации специальных и апархиальных курсов для подготовки псаломщиков и регентов, а также открытия иконописных школ. В дискуссии по докладу архиепископа Александра приняли участие ректоры и других духовных школ Московской патриархии. Каждая из них говорила о необходимости повышения уровня подготовки пастырей-практиков и высококвалифицированных богословов, призванных отвечать чаяниям общества. Принимавшие участие в премиях по докладу, сошлись во мнении, что для того, чтобы достичь поставленной цели, можно приблизить богословскую школу к жизни. Следующий доклад на соборе касался хозяйственной деятельности церкви с древнейших времен. Доклад был подготовлен митрополитом Воронежским Мефодием, председателем хозяйственного управления Московской патриархии. Основное внимание в докладе было уделено современному периоду. Как известно, с 1980 года неподалеку от Москвы, в поселке Софрино, работает завод церковных изделий. По данным митрополита Мефодия, в софринских мастерских изготовляется около 500 предметов утвари и других церковных изделий. С 1980 года было произведено 11 миллионов 100 тысяч килограммов свечей. За этот же период было напечатано 25 миллионов бумажных икон, оригинальных написано 5389. Было изготовлено 63 миллиона нательных крестиков, более 10 тысяч священнических облачений и свыше 5 тысяч диаконских. В последние три года, отметил митрополит Мефодий, ощущается, что процесс демократизации, перестройки и хозяйственной реформы, идущей в стране, положительно сказывается и на хозяйственной деятельности церкви. Многие вопросы решать стало значительно легче. В докладе о хозяйственной деятельности Московской патриархии были указаны и некоторые проблемы. Митрополит Мефодий выделил следующее, как самое серьезное. Сложности в вопросах получения разрешений на реставрацию храмов, нерешенность вопроса о церковной собственности, правовой статус вновь построенных церковных зданий и необходимость разрешения вопроса о создании собственного церковного реставрационного участка. В дискуссии по докладу два епископа, архиепископ Псковский Владимир и епископ Уфимский Анатолий, высказали за то, чтобы при синоде была образована специальная юридическая служба для оказания помощи епархиям в разрушении возникающих на местах проблем при постройке, ремонте и реставрации храмов, а также при обретении движимого имущества. Центральным событием Поместного Собора явилось принятие нового устава об управлении Русской Православной Церкви. Проект устава, разработанный архиепископом Смоленским и Вяземским Кириллом, был рассмотрен и одобрен к представлению на Поместном Соборе еще в январе Священным Синодом и затем Архиерейским Предсоборным Совещанием в марте этого года. Архиепископ Кирилл представил проект устава на седьмом заседании Собора. Архиепископ Кирилл подчеркнул, что проект устава составлен с учетом сложившейся в Русской Церкви практики и представляет тщательно продуманную систему управления, находящуюся в полном соответствии с православной экклезиологией, каноническим правом и церковным строем, а также нынешним гражданским законодательством о религии. Докладчик сделал значительную оговорку, которая включена и в напечатанный текст устава. Настоящий устав может быть изменен и дополнен в случае принятия нового законодательства о культах. Устав был единогласно принят членами Поместного Собора с рядом поправок, предложенных во время оживленной дискуссии. Новый устав об управлении Русской Православной Церкви действительно является значительным событием в церковной жизни в Советском Союзе. В него вошел целый ряд положений, вносящих большую ясность вопроса об управлении Церковью, чем в прежнем положении об управлении Русской Православной Церкви, принятом в 1945 году, и затем измененном с весьма отрицательными для Церкви последствиями в 1961-м. В положении об управлении Русской Православной Церкви 1945 года было только четыре раздела. В новом уставе 15 разделов. Общее положение, Поместный Собор, Архиерейский Собор, Патриарх, Священный Синод, Синодальные Учреждения, Епархии, Приходы, Монастыри, Духовные Школы, Заграничные Учреждения, Финансы и Имущества, О Пенсионном Обеспечении, О Печатях и Штампах, О Безменениях Настоящего Устава. Некоторые верующие в Советском Союзе в свое время высказывали опасения, что новый устав будет противоречить канонам Церкви в том отношении, что он окончательно подчинит церковное самоуправление государственному законодательству. Опасение было вызвано вариантом устава от 14 марта и представленного предсоборному совещанию. По-видимому, это не так. Четвертый параграф первого раздела нового устава гласит, «Она, Церковь, осуществляет свою деятельность на основе священного писания и священного предания, канонов и правил святых апостолов, святых вселенских и поместных соборов и святых отцов, постановлений своих поместных соборов, настоящего устава, при уважении и соблюдении государственных законов». Последняя фраза в этом параграфе была значительно смягчена, что удовлетворило критиков проекта устава от 14 марта. Самое значительное изменение в новом уставе касается места настоятеля в приходе. Как известно, на соборе 61-го года, в тогдашнем положении об управлении Русской Православной Церкви, действующего с 45-го года, были внесены изменения, которые привели к тому, что духовенство оказалось фактически отстраненным не только от руководства приходами, но юридически и от самих приходов. Новый устав восстанавливает настоятеля в его законной должности руководителя прихода. В 9-м параграфе 8-го раздела устава о настоятеле мы читаем, «Во главе каждой приходской общины стоит настоятель храма, назначаемый епархиальным архиереем для духовного руководства верующими и управления притчатом и приходом». В 25-м параграфе того же раздела говорится, что председателем приходского собрания избирается настоятель, который по своей должности непременный член прихода. Иерархическая структура церкви изложена в новом уставе значительно более четко, нежели в прежнем положении. Поместный собор обладает высшей властью в области вероучения, церковного управления и церковного суда. Законодательное, исполнительное и судебное принадлежит поместному собору. В старом положении срок для созыва поместного собора не указывался. Новый устав предписывает, чтобы поместный собор созывался патриархом или местоблюстителем и священным синодом по мере надобности, но не реже одного раза в пять лет. Архиерейский собор, который обладает полнотой власти в период между поместными соборами, согласно новому уставу созывается не реже одного раза в два года. Общеизвестно, что проект нового устава был представлен в Совет по делам религии для того, чтобы выяснить его в соответствии действующему религиозному законодательству. Согласно архиепископу Кириллу, Совет констатировал, что проект устава не находится в противоречии с гражданским законодательством и может осуществляться на территории СССР. Однако в новом уставе содержатся по крайней мере три положения, которые явно нарушают ныне действующее законодательство о религиозных объединениях, принятым в 1929 году. Так, в уставе записано, что приходы, богословские школы и монастыри могут покупать дома и помещения для своих нужд и приобретать в собственность необходимое движимое имущество. Это явное нарушение нынешнего законодательства, согласно которому религиозные объединения не имеют права владеть имуществом. Нарушением запрета на всякую благотворительность, вписанное в законодательство 1929 года, мы находим в 35-м параграфе 8-го раздела нового устава о приходе, в котором перечисляются обязанности приходского собрания, среди которых утверждение годового бюджета, включая определение размеров отчислений на общецерковные, епархиальные, патриотические, внутриприходские и иные благотворительные цели. Другое нарушение законодательства 1929 года мы обнаруживаем в том же разделе, в 38-м параграфе, где говорится, что приходский совет, члены которого, согласно новому уставу, избираются приходским собранием простым большинством сроком на три года, вступает в гражданском обороте, от имени прихода заключает договоры, вступает в обязательства, представляет приход в суде. Таким образом, новый устав де-факто утверждает, что приход обладает статусом юридического лица. Все эти и другие более мелкие нарушения явно устаревшего законодательства о религиозных объединениях 1929 года указывают на то, что новое законодательство о свободе совести и религиозных организаций, которые сейчас готовятся, вероятно, узаконит благотворительность и будет признавать за церковью юридическое лицо. Иначе эти нарушения не могли бы попасть в новый церковный документ. В то время, как в Троице Сергиевой Лавре обсуждался новый устав, в Москве на частной квартире проходил трехдневный независимый семинар, посвященный тысячелетию крещения Руси, организованный бывшим узником совести Мирянином Александром Огородниковым. На семинаре было прочитано много докладов на историко-богословские темы и обсуждалось правовое положение Русской Православной Церкви. Один доклад, прочитанный Виктором Антоновым, был посвящен сравнительному анализу нового устава с положением о высшем и епархиальном управлении и приходским уставом, разработанными и принятыми Всероссийским Церковным Собором 17-18 годов. Антонов считает, что в соответствии с настроениями времени, в уставах, принятых на Всероссийском Церковном Соборе, был сделан сильный упор на демократические традиции Православной Церкви, особенно до Петровской эпохи, хотя они, по мнению докладчика, никоим образом не противопоставлялись иерархическим началам Церкви. Демократический дух, по мнению Антонова, был особенно ощутим в Приходском уставе, принятым на Соборе 17-18 годов. Однако из-за расстройства церковной жизни того времени оба устава не могли быть введены в жизнь. Антонов пишет, В том, что 70% Всероссийского Церковного Собора составляли миряния и белое духовенство, проявился демократизм устава 18-го года, в котором предугадано будущее значение этой части клира и церковного народа, и потому ей справедливо отведено немаловажное место высшим церковным управлением. В новом уставе этого нет и в помине, и миряни наряду с белым духовенством полностью исключены из данного управления, вопреки канонам и насущным требованиям жизни. Даже более иерархическая католическая церковь учла эти требования и ныне весьма уважительно и с почитанием относится к участию мирян во всех своих структурах. Русская Православная Церковь не смелилась на это, и потому ее новый устав выглядит несколько архаичным. Виктор Антонов характеризует новый устав как авторитарный и антидемократический, хотя все же считает, что в этом можно усмотреть не одни отрицательные, но и положительные стороны, потому что просвещенный абсолютизм вовсе не хуже бесконтрольной демократии, а умные архиерей не хуже дюжины ограниченных краснобая без народа. Тем не менее, Виктор Антонов утверждает, что при новом уставе нарушена древняя традиция, которая позволяла церковной власти знать и учитывать мнение разных слоев духовенства верующих, а последним равноправно и посильно участвовать в управлении церковью на всех уровнях. Отказ от такой традиции был бы оправдан только в одном случае, если бы наши иерархи были людьми независимыми, тесно связанными с церковным народом и внимательно слушающими его представителей. Этого, увы, нет. Новый устав, пишет в заключении Виктор Антонов, дает довольно мало возможности зазвучать голосу церковного народа. Однако хочу напомнить, пишет в заключении Виктор Антонов, что история развивается не по бумажным директивам и уставам, а по воле Божией, который может сделать никчемным любой противоречащий ей документ. Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Продолжаем программу «Религия в нашей жизни». В последних трех выпусках нашей программы мы передавали в звукозаписи высказывания группы верующих о роли Русской Православной Церкви в жизни современного советского общества. Эти высказывания были сделаны во время беседы за круглым столом, которую я провел, будучи недавно, в Москве. На прошлой неделе вы услышали ответы на вопрос о том, как нужно праздновать в Советском Союзе тысячелетие крещения Руси. В предпоследней, четвертой части нашей беседы за круглым столом, которую мы сейчас передадим, я задал участникам беседы такой вопрос. Что дает Церкви политика перестройки? На этот вопрос первым ответил один из издателей независимого христианского журнала «Выбор» Глеб Онищенко. Я думаю, что те, кто будут говорить после меня, будут много говорить о том, что хорошего дала перестройка, поэтому я буду говорить об обратном. Я думаю, что сейчас период, когда наша церковь, если иметь в виду всю церковь, выходит из катакомб, в которых она была последнее время. И здесь, естественно, все плюсы и все минусы выхода из катакомб. На этом пути я вижу страшные соблазны, которые открываются сейчас перед верующими, перед рядовыми верующими, перед священниками, перед высшей иерархией. Ну, отчасти о том, какие искусы открываются перед высшей иерархией, говорили. Действительно, сейчас позиция высшей иерархии сводится к тому, что они все время повторяют в адрес государства премногоблагодарные. Известно, когда генеральный секретарь принимал патриарха Пимена, он упрекнул патриарха в том, что сама церковь ничего не просит. Действительно, сама церковь ничего не просит, я имею в виду высшую церковную иерархию, ничего не делает, а довольствуется тем, что предлагает государство, причем, насколько нам известно, не само государство, а это государство делает по предложению научной и культурной общественности. Если говорить о тех страшных искусах, которые открываются перед простыми верующими, перед рядовыми, то я думаю, что это прежде всего тот процесс, который в какой-то степени это процесс секуляризации духовных ценностей, то, что идет сейчас, особенно после того, как светская печать начала посвящать много места религиозным проблемам, настойчиво идет один и тот же процесс. Религия подменяется культурой истории. Если раньше, в прежние времена, религию гнали и оплевывали, но ее называли все-таки религией, все-таки христианством, сейчас пытаются совершить подмену. То есть, другими словами, если раньше храм разрушали, то сейчас нам хотят оставить пустой храм. И даже храм может быть со служением, но так, как мы можем смотреть там на пагоду, на храм Зевса, на централизованное представление и так далее. Я думаю, что это один из очень опасных процессов, которые дает перестройка. Лев Тимофеев. Так, добрая, конечно, прежде всего, возможность проповеди. Вот во вчерашней газете книжное обозрение проповедь священника. Причем проповедь очень достойная. Отец Недосекин, да. Вот проповедь очень достойная. Появилась возможность проповеди. И это прекрасно. Перестройка ли это? Ну да, конечно, понимаете, мы как бы вот все время говорим, и мы как бы все время у нас интонация жалобы. Господи, да кому жаловаться-то? жаловаться нам некому. И сам факт, что мы живы, что мы думаем, говорим, действуем, это прекрасно. Так вот, у общества есть сегодня силы, и в том числе у общества православного, есть сегодня силы для того, чтобы целям тех, кто хочет использовать христианство в своих политических целях, противопоставить вот нашу волю, волю церкви в конечном счете, конечно, это воля церкви. И я думаю, что нам надо снять из наших рассуждений, изъять, ну, сменить в наших рассуждениях интонацию жалобы на интонацию силы и уверенности. Ведь вот все, о чем мы сегодня говорим, это и есть акт нашего единства с тем историческим духовным опытом, которым мы постоянно обогащаемся, которым нас обогатили новомученики российские, которым нас обогатила тысячелетняя история российской православной церкви, которым мы и теперь обогащаемся. Я думаю, что нам вот особенно с нашего правозащитного круга христианского надо снять эту интонацию обиды, жалобы, а внести интонацию уверенности, анализа и понимания того, что мы хотим. Владимир Кейдан, мы говорим, все время о ожидании или требовании каких-то изменений, которые должны прийти сверху, но ведь очень многое зависит от нас. Мы живем в мире, у всех у нас есть семьи, мы работаем где-то, служим или встречаемся с близкими нам людьми. Ведь за 70 лет произошло абсолютное забвение нормального христианского быта, нормального христианского мировоззрения, отношения к семье, к работе, к друзьям. Ведь это все не спустится нам сверху. Мы же не можем ждать, чтобы Харчев велел нам воспитывать детей по-христиански, например, или вести христианские беседы, встречаясь с людьми, или уметь проводить отпуск по-христиански. Все это должно делать мы сами. И сейчас представляются огромные возможности для этого, в связи с тем, что вообще приветствуется государством всякие неформальные объединения. Мы можем организовывать кружки по изучению Библии для детей. Мы можем устраивать детские лагеря. Наконец, мы можем на работе устраивать беседы на тему, на катхизические темы. Люди этого ждут, я просто прекрасно это знаю по собственному опыту. Можно участвовать в клубной работе, которая сейчас везде развернута. И действительно, может быть, пора уже остановиться немножко оказаться от темы обид и упреков и перейти к положительной работе. Виктор Попкох. Добавляя к тому, что было сказано о положительном отношении, сегодняшнем положительном отношении государства и церкви, я хочу подчеркнуть один момент, что это отношение, сегодняшнее отношение создает атмосферу действительно благожелательности. и это отзывается во всех слоях нашего общества. Но это все-таки атмосфера отношения. Если брать правовой уровень существования церкви, в государстве, брать его сегодня, то положение здесь на самом деле пока не обозначено, четко находится в стадии становления. Какого именно, пока это неизвестно. многое зависит от тех процессов, которые идут в обществе сегодня на самом высшем уровне, в частности от вопросов, которые будут решаться на партийной конференции. Но известно, что старое религиозное законодательство, принятое в 29 году, практически не играет сегодня своей роли, хотя нового религиозного законодательства еще нет. Тем не менее, известно, что существует два проекта религиозного законодательства более демократического характера, который заработан в институте права, и законодательство, разработанное чиновниками Совета по делам религии, и, как было сказано, компетентными органами. Это два полярных законодательства, которые преследуют разные тенденции в обеспечении права существования церкви. Если первое законодательство пытается дать религиозным организациям статус общественных организаций со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые могут быть закреплены в правовом порядке, то законодательство, слух о принятии которого прошел совсем недавно, но оказался ложным, пытается дать церкви только незначительные уступки в плане, скажем, юридического лица и административно-хозяйственных поправок к уже существующему законодательству с прежним запрещением всей социальной деятельности церкви. Вот этот вопрос, вопрос права, как он будет решен, мне считается, мне видится очень главным. И сегодня в этой благожелательной атмосфере, которая видна по отношению государства к церкви, этот вопрос право выдвигается, мне кажется, на первое место. Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Передаем в звукозаписи отрывок из беседы за круглым столом, проведенной мною в июне в Москве. Следующим выступил Виктор Аксючиц, один из издателей независимого христианского журнала «Выбор». Строго говоря, то, что сейчас называется перестройкой, является не началом нового этапа, а, скорее всего, итогом всего предыдущего. Прежде всего, результатом духовного сопротивления всего народа, то есть или разрушения, которое обрушилось на Россию, результатом мученичества. Можно отметить, что все идеи перестройки сформулированы не сейчас, а за последние 20-30 лет. То есть сейчас, можно сказать, эпоха не перестройки, а эпоха нового выбора. Вот то, что будет завтра, а те идеалы и ценности, которые будут господствовать завтра, зависят как раз от того, что будет выбрано сегодня. И мне представляется, что более чем когда-либо будущее нашей Родины и нашего общества зависит от христиан. Ибо христиане это те люди, которые видят небесное и вместе с тем адекватно ориентируются в земных реалиях. Именно христиане способны прежде всего сформулировать те новые ценности и идеалы, которые могут повести в будущем нашу страну. И мы обязаны не упустить вот этот исторический момент, который нам представляется. Несколько замечаний по поводу того, что было сказано. Я так думаю, что нельзя говорить, что государство приветствует какие-то инициативы. Оно, конечно же не приветствует. Оно вынужденно уступает. Вынужденно уступает. И потом нельзя путать прессу с государством. Пресса действительно много сейчас пишет. Но государство ведет себя не совсем адекватно тому, что провозглашается даже устами его руководителей, а уж тем более прессы. И свидетельством тому является гонение на наши историко-богословские собрания. Ну и несколько слов о конкретно наших планах в свете того, что было сказано. Мы собираемся наши христианские историко-богословские собрания сделать регулярными и легальными. И ведем за это борьбу. И, в общем-то говоря, мы пока не столкнулись с тем, что государство приветствует это. Но, тем не менее, мы знаем, что шанс есть и будем этого добиваться. Мы будем также добиваться создания и поставим вопрос о создании кооператива по изданию журнала «Выбор» и христианской литературы, святоотеческой литературы. Священник Георгий Эйдерштейн. Лет 15 назад, когда я был преподавателем педагогического института, заведующий кафедрой вызвал меня и сказал «Позавчера вы остановились у церкви и стояли возле нее минут 10 и внимательно смотрели. Кто вам позволил это делать? Я уверен, что сегодня уже ни один заведующий кафедрой ни одного преподавателя об этом не спросит». Фелик Светов, я бы хотел вернуть вопрос, который задал нам этот вопрос отец Виктор, к тому ответу, который сделал редактор выбора Глеб Онищенко. Его никто не поддержал этот ответ и он потерялся. На мой взгляд, это очень важно, потому что именно это отношение, сформулированное Онищенко, на мой взгляд, фундаментальное отношение именно с таким отношением к происходящим у нас мы должны входить во второе тысячелетие. Это отношение очень осторожное и внимательное к процессам, которые идут у нас сегодня вообще в нашей общественной жизни и в жизни нашей Церкви. Мне несколько покоробило то, как ответил на этот вопрос батюшка-отец Глеб, то прозвучавшее какое-то, ну, я бы не сказал, простите меня, батюшка, неумиление, но какое-то не восхищение, но какая-то такая уж радость по поводу происходящего странно в ваших устах. Вы говорите о том, что Харчев сказал, Харчев обещал, Евеналий заговорил, будто бы речь идет о церкви, которая появилась вчера, а не существует уже тысячелетия. Мы же не аборигены, которые вдруг начали говорить, что-то произносить и друг другу что-то обещать. Нам известно, что гонений на церковь быть не быть не может. Спаситель сказал нам, что меня гнали и вас будут гнать. Это основа нашего представления о том, что такое христианство. Если нас перестанут гнать только тогда, когда мы перестанем быть христианами. Но мы знаем, что гонения кровавые сменяются другими гонениями, более сложными, более тонкими, и может быть более опасными. Когда ты стоишь перед лицом зверя, все просто. Но когда происходят такие милые очаровательные перестройки, когда мы говорим о Христе с экранов телевизора, и когда происходит именно такая подмена, о которой говорила Онищенко, подмена церкви, культуры, истории, писательством, эстетикой и плохое с чем, вот это опасно. Мы будто бы забываем, что дьявол-то существует в мире, и не просто существует, но именно в такие тонкие периоды, сложные периоды, он особенно активен. Поэтому я думаю, что именно это очень важно помнить, знать, потому что опасно действительно очень серьезно, именно в такого рода, скажем, константиновской эпохи она бывает особенно сложной. Виктор Антонов, я бы назвал перестройку скорее урегулированием отношений между церковью и государством, которое пришлось необходимо выбрать для того, чтобы выглядеть в глазах всего мира просто цивилизованным государством. И перестройка, как любое явление, для нас с одной стороны вызов, а с другой стороны и предостережение. Вызов прежде всего потому, что мы должны сами понять, как мы можем вестись в этих условиях, какие новые требования, какие новые планы выдвигать. Потому что долгое время мы находились в состоянии настолько критическом, настолько сжатом, что сейчас некоторые просто даже растерялись перед лицом перестройки, который, в общем-то...